Микс Ньюс Итак, Вита Яунземе, глава Субботника, глава Большой Талоки у нас в студии. Наверняка среди наших слушателей тоже есть активные участники этого прекрасного мероприятия, которое делает нашу планету, в частности, нашу Латвию чище и вокруг себя вот это вот пространство. Потому что, ну, главное начать с себя, наверное, вокруг прибраться, и уже ты увидишь, как всё изменится, как заиграет всё новыми красками. Вита, какой год уже вы ведёте это мероприятие? 11-й, наверное. 11-й. В прошлом году был юбилейный, 10-й. Да, 10-й, да. Но вы уже так втянулись, что уже, наверное, всё, да? Это процесс необратимый, я так понимаю. Я не знаю, необратимый для меня ли. Это, конечно, большой такой вопрос. Но то, что вот как вот это движение, что когда люди сами идут и собирают свой же мусор, вот это необратимо, поскольку, вот, например, в прошлом году первый раз был, ну, всемирный, всемирная талака, где участвовало 157 стран и участвовало 18 миллионов людей. Вот это уже необратимо. Вот. И это меня радует, потому что Балтия была, Эстония, Латвия, Литва была первая, которые это начали движение. И вот только в прошлом году 157 государств. Поэтому я говорю, да, это необратимо, но необратима ли я в этом процессе, это, конечно, вопрос. Да, ну, не обязательно его решать сегодня совершенно. Да так. Чисто по-человечески не бывает обидно? То есть убрали всё, причесали, всё вычистили, на следующий день уже вот что-то бывает. Боже, как бывает. Не то, что на следующий. Я вчера выхожу, и я вижу, ну, шины оставляю, да, там я иду на Кишесерс, я живу в Яунцемсе, я иду с собакой на Кишесерс, и смотрю, там 4 шины, уже 2 нельзя, а 5, уже 3 шины. И не то, что обидно, я бы взяла оружие и вот как-то по... И солью. Яйцам вот этим людям, вот как бы постреляла чуть-чуть. Но обидно, да, ну, когда ты понимаешь, что, в принципе, ты как-то в ответе за всю эту... Ну, мы как суга. Вид. Вид, да. Живой. Живой вид. Живой организм. Мы плотились из земля, тут развились, да, и мы как-то в ответе за весь этот наш род. И поэтому у меня есть такое чувство ответственности, я считаю, что, ну, да, хорошо, есть некоторые, которые там воруют и то же самое, но мы как-то в ответе за всё, мы законы придумываем, ну, то есть мы как-то в ответе за себя, но это, мне кажется, это интеллигентно, потому что если человек, который вообще ни за чего и ни за что не отвечает, ему всё равно, то он, ну, он глупый, он интеллектуально неразвитый. И мне кажется, вот людям нужно как-то быть понимать, да, вот мыр такой, вот человечество вот такой, как оно есть, есть хорошие, есть плохие, но мы должны как-то себя проявить на этой земле как-то более-менее интеллигентно. – Но если мы говорим, да, что вот обидно и так далее, за 11 лет руки не опускались ни разу, не хотелось сказать, да ну… – Да, конечно, ну, что же, ну, каждый год, да. – Ну, каждый год, это каждый год, но как-то ты выходишь, когда мне очень, вот я уже для себя приняла там пару раз решения, всё, ну, нужно что-то менять, потому что уже трудно. То что-то случается всё время, то мне начинают звонить, вдруг, то мне подходит в лесу или на улице какие-то люди, говорят, ой, большое вам спасибо, без вас никак. Я думаю, ну что, что я, я ведь только приглашаю, я же не иду сама. – Какое-то ядро, вокруг которого всё случается. – Ну, очевидно, да, очевидно, есть какой-то феномен, вот как сейчас вот феномен Грет, да, который, девочка вышла в 15 лет, и одна сидела там… – На шведке. – Да, шведке, да. – И посмотрите, что случается. Она вот вышла, и за неё потянулась, ну, сейчас уже, это уже феномен. – Ну, в отличие от Грет его что-то делается, Грета пока просто только говорит. – Да, вы знаете, но иногда важны тоже начинающие слова, как под Бадбрити, для меня, от меня тоже ждут слова. Так что, ну, через слово, через дело, конечно, всё это продвигается. Но я считаю, нужно вдохновить людей. Вот для меня самое важное – вдохновить и себя, и других, чтобы мы поняли, почему мы, как мы тут должны жить на этой планете. Ну, вот и всё. – То есть вы каждый год думаете, не буду больше этим заниматься? – Нет, каждый год нет. – Уходите в лес, там, говорите, а он говорит, ой, спасибо вам. – Нет, 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 ну, это, конечно, не так. Не каждый год я думаю, я борец, я должна, я знаю, что я, когда, если начала, я должна закончить, я так приучена в семье, я хочу закончить на чём-то. Вот когда у меня будет внутреннее состояние, когда я пойму, что я тут всё сделала, и тут уже больше ничего, я, наверное, поменяю что-то в жизни. Потому что я считаю, что жизнь одна, нужно в ней успеть запрыгнуть куда-то, ну, много где, да. Но я должна закончить что-то. И для меня это важно. – Вита, какой девиз в этом году? Каждый год меняется новый девиз? – Да, вот это я придумала. – И мне кажется, я себя вдохновляю, и в этом году мы уже начинаем смотреть, эти полные, вот следующее десятилетие, ну, если мы берём по десятилеткам, да, то для меня уже я смотрю в будущее. Потому что учёные уже смотрят в будущее в плохом смысле, как это, и учёные смотрят в хорошем смысле. И я хочу, чтобы мы, как государство, как земля, как народ, как, ну, неважно, как мы смотрим, как природа, были в этом будущем. Поэтому призыв «я принадлежу будущему» – это может сказать и Латвия, это может сказать мы, это могу сказать я, потому что я хочу принадлежать будущему. И я буду действовать сегодня так, чтобы это будущее состоялось. И по максимуму, то есть успешным, здоровым и хорошим. – Может быть, немножко опять ведём в курс дела, как каждый год происходит это мероприятие, да, создаётся карта, мест, ну, расскажите немножко о тех, кто, может быть, первый раз, да, будет участвовать в этом событии. – Ну, в этом году немножко небольшие перемены. Десять лет мы просто собирали, потому что мусора было так много, что мы не смогли ни там сортировать, ни мониторинга серьёзно делать. Сейчас уже мусор уменьшился, особенно в регионах, там уже некоторые самоуправления уже не требуют от нас эти мешки, что вообще, я считаю, это победа. Но это не относится пока что Риге, Рижскому району, потому что тут народа много, и тут всё чуть-чуть по-другому. И поэтому в этом году будет две краски мешков, синяя и белая, и будем делать вместе, то есть не будем делать, а я и мы все приглашаем людей и сортировать, то есть собирать вместо, и сортировать. То есть в голубых, в синих мешках вся пластмасса, не то, что там пэт, людям не нужно думать, что такое пэт, что такое. То есть подумал, вот эта пластмасса в синий мешок, всё остальное в белом. Если не будет делать, никого убивать не будут. Но мы просим, потому что мы хотим дать такое понимание, что пластмасса – это очень-очень опасно. И то, что она разделяется, как в природе, это микропластмасс. Это ещё хуже. И то есть получается, что эта пластмасса, она не должна быть вообще в природе, и, во-вторых, она вообще должна быть вынята со временем из любого, то есть сортимента, как щира, как ссорда. Ну да, как ссорда. Да, и мы после этой толоки, ну, наверное, многие будут сортировать, некоторые не будут, то есть, ну, как по желанию. То есть вот есть мешки, вот как человек пожелает, то есть так пусть и будет. Но мы будем делать уже какой-то акцент на то, что с нами делает пластмасса. Как надо регистрироваться и надо ли регистрироваться? Или можно просто прийти в гене? Нет, вот обязательно. Там, где происходит сборка мусора, регистрация обязательно. А почему? Потому что вот там, где вот эта точка, эту точку утверждает самоуправление, и самоуправление ответственно за вывозы мусора. Они вывозят этот мусор из мешков. Иначе можно собрать, и там останется. Там останется. Если вы возьмёте где-то мешок. Нет, я имею в виду, вот есть эти точки, в которых происходит весь этот сводник, но я не регистрируюсь, я просто прихожу и присоединяюсь к той. А, нет, тогда нет. Тогда вы присоединяетесь к той точке, или вот вы собираете где-то рядышком, но вы мусор приносите в этих мешках. Это регистрация только для того, чтобы самоуправление машин, реальные шофера, шоферы, или как шофера? Шофера могли понять, где им по координатам нужно взять вот этот мусор. А те, которые, ну там, сажают деревьев или что-то другое делают, то есть им как бы регистрация не нужна, но всё равно я советую дело, потому что люди, вот, например, вы как с этой стороны, вдруг субботу утром приснётесь, проснуетесь. Конечно, и сразу же желание. Я хочу не мусор собирать, а я хочу деревья или где-то поучаствовать. Вы пройдёте по этой карте, посмотрите, это же публично, вы можете присоединиться к любому месту. Поэтому эта регистрация, она нужна и для того, и для этого. А уже известно, сколько человек зарегистрировалось? Ой, нет, мы только 26-го, 27-го марта вообще открыли карту. За месяц, да? 27-го, да? Да, за месяц, да. 27-го апреля пройдёт большая толока, имейте в виду, готовьтесь морально настраиваться. Грабельки доставайте. Да, кстати, вот насчёт грабелек. Свои надо или вы дадут? Нет, там, где вы собираете какую-то там листву или всё, там грабельки. А где мусор, ручками. Ручками или можно такую, как ПИП. Ну, это уже технология, это уже придумки, да, это уже как скотчено. Кстати, можно нам звонить и советовать, какие приспособления, ноу-хау, какие у вас, допустим, есть для сбора мусора. Может быть, вы знаете какие-то места, которые можно ещё, наверное, зарегистрировать. Пожалуйста, звоните 672-12-939, 672-13-939. Вита, надевайте, пожалуйста, наушники, у нас звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я иногда выбираюсь на природу порывачить и призываю всех, кто тоже любит быть на природе. Пожалуйста, не оставляйте за собой мусор. И если есть возможность, в те места, куда вы ездите, выбирайтесь. Не обязательно тогда, когда вот там идут большие чистки, уборки, а просто призываю всех, вот даже сегодня или даже вчера, когда угодно, езжайте с большими мешками и собирайте мусор за собой и за другими, кто специально или случайно оставил. Это ужас просто, ужас просто. Вот приходишь, например, на речку, а там горы, просто горы этих бутылок и банок, и пачек. Это ужас. Люди, люди, вы люди или кто? Спасибо. Ну, на самом деле, несмотря на такую эмоциональность, я искренне присоединяюсь, потому что у меня у самой есть дача, и я каждый раз с ужасом смотрю, во что превращается лес. Последний раз мы видели, куда свезли сантехнику. То есть там стояла ванна, там стояла какая-то там смеситель какой-то. То есть что должно быть в голове у людей, чтобы вывезти? То есть ты же уже это везешь, довези это до города, не знаю, да? То есть они бросают. А что с таким вот тяжелым делать мусором? Ну, там нужно звонить координатору самоуправления, и там, наверное, даст какой-то техник или контейнер тогда в этом местах. Или же, то есть есть много вариантов. Вот человек я очень, наконец-то я слышу позитивно. Не вопрос, что вы там делаете, госпожа, а он за мои вообще всех там это самое. Давайте, да, я это тоже. Я иду с собаками гулять, я иногда беру мешок и собираю, чтобы мы, вот где я прогуливаю. То есть я не жду большой субботник. Субботник – это большая толока, это как бы такое уже, ну, знаете, когда люди объединяются. Потому что по одному идти не всем нравится. Да, я призываю тоже вообще не мусорить, чтобы не то, что я не призываю собирать, я призываю не мусорить. Потому что, ну, собирать кому-то другому, тот, кто выбросил, я не знаю, будет ли он собирать, но может со временем, да. Да, но то, что, то, что вот, да, я спуталась. Про крупный мусор мы говорили. То есть если вот вдруг выброшены какие-то, я не знаю, там остатки мебели, сантехники или чего-то. Да, есть варианты, которые могут помочь и до субботника, после субботника. То есть какой-то мелкий призыв у сердца можно идти и собирать, например, чтобы собака-то. Но есть у нас такая аппликация VidaSOS. Сейчас телефоны почти у всех там андроиды, все такое прочее. Особенно молодежь. Вот мы приглашаем, написали письма уже в школам, поставьте себе в телефоне вот эту аппликацию. Идите, это называется, мы назвали эту акцию, вот в этом году уже призываем открытому меди. Посмотрите, вы имеете в виду про вот... Ну, охота на мусор. На мусор. Да, и молодежь, чтобы, что им нужно сделать? Вот скачать вот эту VidaSOS-аппликацию, пойти в лес, найти вот такие вот большие какие-то депозиты или к этой куче. Сделать фотку, написать пару слов, что там происходит и отправить. Это пойдет там VidaSOS-аппликация, а потом дальше отправиться тем, к нуче земля это есть. И можно убрать этот мусор без субботника, без это самое, особенно вот такие большие. Это можно делать целый год. Не нужно ждать, да, не нужно ждать большую толоку, чтобы как-то нашу среду вокруг сделать более приятное. Вита Яунзе, мы у нас в студии, глава большой толоки. И звоните 672-12-939, 672-13-939, пишите по WhatsApp 230-6191. Пожалуйста, здравствуйте. 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 Работал в Швеции два года. И когда приехал в Латвию, поэкспериментировал. Смотрите, что делают шведы и чего не делаем мы. Интересная фишка. У нас листья упали. Как мы поступаем? Берем пластиковый мешок, собираем эти листья и везем на свалку десятки тысяч мешков. Ну, что мы делаем? Как делают шведы? У нас у всех есть газонокосилка, и на газонокосилку снимаешь нож, оставишь шнурок. И когда газонокосилка идешь по листьям, ты перемалываешь их в пыль, и они за зиму гниют. Если его не перемолоть в пыль, он не гниет. То есть листья – это удобрения, необходимые для почвы. Их не нужно собирать граблями, тем более кидать в пластиковые мешки и вывозить на свалку. Вот это второе действие. Это преступление, которое делают в Латвии, и никто не делает измельчение листьев путем газонокосилки. У нас даже газонокосилки такие не продаются. Спасибо большое. Я абсолютно согласна с молодым человеком, потому что это тоже какой-то абсурд, когда эти листья… Но я только надеюсь, когда их привозят в какие-то места компоста, то есть листья, в принципе, есть для того места, я надеюсь, что самоуправление, те, которые ввозят эти мешки, ну, то есть выбрасывают. Высыпают листья? Я хочу на это надеяться, потому что это, конечно, абсурд. Но что я хочу сказать. У нас в этом году еще одна новость. Мы открыли, у нас логотип сейчас поменялся, есть большая толока, и рядышком стоит толока идей. И мы приглашаем всех-всех-всех, молодежь, пенсионеров, не важно, детей, семей, школьников, не важно. Например, этот человек, он, конечно, может уже сразу участвовать. Вот там идеи самые разнообразные. Насчет медицины, насчет здоровья, насчет экономики, насчет мусора, насчет воспитания антропологии, философии и этики. То есть как сделать, что нам сделать, чтобы мы поменяли отношение к природе? Как поменять пластмассу вообще на другой? То есть лес, например, дает все. Мы просто, а мы там видим только мебель и дрова. А в принципе в лесу можно сделать, из вот этой древесины можно сделать замену пластмассы. То есть... Тогда лесов станет еще меньше. Нет, мы просто то, что мы срубим, мы будем не сжигать, а использовать в другой материал. Я уже говорила с лесами, что вот есть всякие технологии, которые предусматривают, что вот это синтетический полимер, что является пластмассой, можно поменять и нужно. И рано или поздно это случится. Ну, не знаю, когда, на органический полимер. Просто он дороже будет, скорее всего. Нет, нужно сделать так. Вот, например, мы сейчас в лесу, это, ну как, что оставляется, когда пилить? Строжка, да, да, да. Из нее можно сделать вот это... Мы что с ней сделаем? Ничего, мы выбрасываем, то есть. А из нее можно сделать упаковки, а потом они... И потом они могут уйти в природе. Они вот будут абсолютно органичны. Поэтому, да, сделать так, чтобы это было выгодно. Но что значит дорого или дешево? Наше здоровье стоит очень дорого. И когда у нас в печени уже там пластмасса плывет, это очень будет дорого потом ее оттуда выбрать. И это, знаете, это вот как нужно смотреть долгосрочность, что дороже и что дешевле. То же самое вот эта индустрия одежды, индустрия моды, индустрия питания. Мы, так сказать, жрем много, но некачественно. Зато много. Зато много, да. Пишет нам слушательница, видимо, или слушатель в скайпе. Ой, простите, в ватсапе, да. Доброе утро. Есть предложение запустить флешмоб. Выехал на велике, собери в мешок и опубликуй в фейсбуке. Получи лайки. Я езжу на велике и периодически собираю. Мне нужны лайки, да? Предлагаю присоединяться. Вы знаете, да, сейчас уже идет такое международное движение Before After. Это траж, который в соцсетях уже произвел фурор, когда делаешь фотку перед, уборка, ну, такая куча мусора. Но это всемирная. То есть не в Латвии и после. Он очень сейчас популярный моден, и я приглашаю всех, так же, как я вот приглашаю всех поучаствовать в этой талаке идеи. И мы, это все лето, и в сентябре, когда состоится международная талака 21 сентября, опять, то есть всемирная талака, мы будем призы давать по лучшим идеям. И, может быть, как-то помочь их реализовать и думать, это банк идей, где можно собрать вот эти идеи. Да, вот этот флэш, или как это называется, трэш? Да, флэш-моб. Да, это Before After, он уже очень, он проявил себя очень-очень хорошо, и сейчас уже люди, особенно молодые, уже над этим очень хорошо. Да, я вот предлагаю самому слушателю это сделать, почему нет? Да, и начать такое флэш-моб. Надо, главное, начать, еще призывать. Надо просто... И прислать идею, где это наше имя, прислать идею, и можно поучаствовать в нашем конкурсе. Вита, скажите, вот в прошлом году, кого было больше? Молодых, людей в возрасте, детей, вот какая-то статистика есть? У нас нет такой статистики. У нас нет, просто я знаю, что это как тимбилдинг идет, многие учреждения и фирмы, организация идет просто как тимбилдинг, это хорошо, школы выходят, выходят с семьями, выходят с друзьями, выходят какими-то группами, там, соцгруппами. То есть у меня нет такой, но я знаю точно, что по фотографиям, которые нам присылают, ну, потому что у нас нет, сколько детей, сколько, но это не бухгалтерия, это лака, это не бухгалтерия. Может быть, просто визуально. Визуально это понятно, что там все, там пенсионеры, там рокеры, там дети, там школьники, там молодые люди. Вы думаете, что рокеров вы выделили в отдельную группу? Есть пенсионеры и рокеров? Нет, я выдвигаю и рокеров, и бмвшников, которые для меня, конечно, только... И бмвшников? Да, бмвшников. Свои счеты у вас, да, с этими рокерами? Нет, ну я считала, это народ, который как бы чуть-чуть на другой планке живет, да, но нет, они тоже участвуют, и политики, и партии, то есть я могу выделить разные, 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 как это, группы, потому что по картинкам, которые нам присылают, там видно, там молодые родители с детьми в колясках выходят, там с двух, в трехлетнем, но тут нужно быть опасным, за детьми нужно смотреть, чтобы они не брали шкутов. Вот мы об этом, я спрошу, вот сейчас у нас звонок. У нас, да, там по двум линиям звонки сразу. Давайте примем. Пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. А, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Это Игорь с вами разговаривает. Здравствуйте. Вы знаете, вот в следующий раз, алло. Да-да-да, говорите. Вы меня слышите? Когда вы в следующий раз будете планировать субботник, не планируйте его на светлую субботу, пожалуйста. Все-таки Пасху и православные ходят, и так далее. У вас получается что-то совпадение такое. Спасибо вам большое. До свидания. Да, на этот счет я хотела очень извиниться, что в этом году у нас так... Мы обычно этого не делаем. Мы обычно делаем, чтобы не было ни на православное, ни на католическое, ни на лату, ну, то есть, чтобы не было. В этом году у нас два числа, получается. 13 апреля было, вот, свободное, или 27-е. Мы дали самому проявлением самим проголосовать. 13-е – это, может быть, слишком рано, поскольку еще там, ну, думали, что снег будет. Да еще можно выпустить. Еще может выпасть. Ну, еще, например, это неделя холодная, поэтому 13-е число. Да, поэтому это чуть-чуть рано, а в мае это уже нереально, там уже праздники, там уже никто, вы, поэтому мое большое извинение перед православными. Ну, я надеюсь, ну, выйдут, не выйдут, это уже по совести. Нет, ничего, это дело богоугодное, похистить вокруг себя. Да, это не работа, да. Да, 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 вот это, да, это не работа. Так что я думаю, что православные поймут, мне кажется. Да, я хотела попросить, чтобы они… Да, я хотела попросить в доме вокруг немножко, да, ну, не особо напрягаюсь прямо, так скажем. Давайте еще примем звонок, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. Да, доброе утро. Участники с колясками, с детьми с маленькими. А я наоборот хочу сказать, вот сколько раз я видела, выходит из магазина мама с детьми с колясками, она ему дает какое-то лакомство в упаковке, дитя распаковала тут же, эту упаковку рядом с собой кинула, и мама с детьми поехали спокойно дальше. Где это вы такое видите постоянно? Я, например, ни разу такого не видела. В магазин. По каким же вы в магазин уходите? Супер, нет, а наша большая, Максима или Реми, вот очень часто это бывает. Спасибо. Воспитывать надо. Да, ну здесь вопрос все-таки, конечно, воспитания, потому что, ну, я не знаю, у меня, ну, мои дети не кидают, например, бумажку, если они кинут, они очень быстро поймут, что они неправильно сделали, поэтому, ну, тут как бы разруха не в клозетах, разруха в головах. Вопрос, который я хотела задать о безопасности, если мы говорим о том, что выходят семьи с детьми, да и просто люди выходят, что, как они должны себя обезопасить, потому что мусор – это не только бумажки, да, и пэт-бутылки, это все, что угодно может быть, да, и как надо вот себя оборудовать, экипировать? Ну, давайте сначала это, поэтому я говорю, когда выходишь на мусор, никакие грабли. Вот это изначально, когда люди выходили все в одну кучу с граблями, а потом вот так ручками ничего не видят, там листья и мусор, то есть первоначально осторожно, каждый мусор осторожно брать, видеть, что ты делаешь, потому что неважно, там будет шприц или, ну, неважно, какой шприц, я уже сейчас не говорю, потому что шприц, который уже неважно, где он был, он в природе, он уже не инфекционный в таком плане, что там какая-то болезнь, но если ты проколешь что-то, там просто инфекция может быть любая, то есть осторожно все брать, но смотреть за детьми, которые могут быть неосторожны. И поэтому, конечно, с детьми нужно быть осторожны, но то, что дети видят, что родители делают, вот это есть как раз вот та самая прививка, которая потом им даст понять, потому что сейчас, когда у нас было открытие Талаки, и такие молодые девушки пришли как координаторы, и я уже смотрю на них, и думаю, сколько им лет, 10 лет назад, то есть тогда они были где-то вообще, ну, то есть… Школьниками начальных классов. Ну, почти, да, а сейчас они уже вышли как организаторы, то есть координаторы, и совсем с другим отношением, то есть видеть детям это надо. Иногда дети как раз наоборот учат родителей, они поучаствовали в школе где-то, и они потом приходят дома и вот говорят, мы-то там собирали лес, даже не думая там бросать что-то там, это самое. Бывает, знаете, учителя бывают разные, и малолетки, и взрослые, поэтому учиться нам надо от всех, от всего, от природы. И самое главное, что я всем хочу сказать, что вообще нам нужно учиться друг от друга, конечно, но самое главное, что мы должны не так много учиться о природе, что у нас в школе учат, вот природа такая, там ресурс такой, там такой. Облака кучевые. Как? Облака кучевые. Да, да, но это хорошо, что мы учим, но нам нужно учиться от природы, потому что природа создана так гениально, там всё так в гармонии, там нет мусора, там всё вот так связано, там нет вот это линеарное мышление, линеарной философии, там всё циркулярно, там всё нет, там всё сделано так, и если человек научится действовать так, как действует природа, не делать плагиаты, то есть как-то взять какой-то маленький кусок и сделать там из природы что-то, плагиат, да, и сказать, о, человек там, рады и боскронис, как это будет на русском, то есть властители природы, вот этот человек, ну нет, ну бактерия властитель, да, вирус властитель природы, вот все умрут, а бактерии останутся, ещё эти пруссы и останутся, да, там кран останутся, конечно. Нам нужно учиться от природы, как природа создана и не мешать, и вот как-то внедриться в природе и не изнасиловать природу, вот это самое главное. Ещё звонок, пожалуйста. Вита Яунзевна, на студии. Слушаем вас. Доброе утро. Доброе утро. Я уже звонила по этому вопросу и на радиобалком, и даже в Ближскую Думу несколько раз звонила. Я хочу обратить внимание на остановки общественного транспорта и открытые урны для сбора мусора. Дело в том, что раз в сутки эти урны опорожняются, но в течение всего дня мусор забрасывается, потом подлетают птицы и вытаскивают этот мусор в поисках пищи, расклёвывают мешки, которые там оставляют, летят по воздуху и, представляете, талака один раз в год, а 365 дней в году вот этот мусор разносится по всей округе ветром и зимой, и летом, и осенью он летит водоёмы. Я звонила в Ближскую Думу несколько раз, звонила в Рига Сатексной. Ведь не трудно же оборудовать вот эти урны жестяные какими-то крышками, может быть, решётчатыми, но так, чтобы птицы не могли вытаскивать оттуда вот этот мусор. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам, да. Я не знаю, в чём был вопрос, но, наверное, там это было как предложение, но я считаю, птицы вообще ни при чём, давайте не будем винить птиц, это ни при чём, и талака тоже ни при чём, потому что в талака, да, раз в году это общественное движение, вот скажем так. Но есть, мы платим налоги, чтобы вот был какой-то порядок в нашем государстве, да. Я думаю, конечно, ответственные лица должны думать, может, там просто поставить, ну, как… Ну, крышки. Крышки, да, какие-то поставить, которые по каким-то, ну, там, не знаю, как-то сделать, чтобы открыть. Но, конечно, вороны тут ни при чём, птицы тоже ни при чём другие. Вита, такой вопрос. Одиннадцатый год будет проходить мероприятие. Да, да. Вы помните первый год, насколько было, может быть, там, неуверенно, может быть, страшно, а вдруг не пойдёт вот вся, всё это мероприятие? Ой, бросьте, я как раз в первом году я была такая уверенная. А сейчас всё больше страха? Нет, а сейчас я понимаю, что это проблема, потому что, когда ты, ну, выходишь первоначально, как сказать, на сцену, не понимая, что там люди на тебя смотрят, то ты выходишь очень смелым. А потом свет включается. А уже с годами ты понимаешь, что это большая ответственность выходить перед людьми. Ну, я говорю насчёт сцены, да, поскольку я тоже была на сцене, я просто это ощущение знаю. И когда выходишь первый раз, ты такой, у тебя всё, то есть море по коленам, да. А когда уже 10-11 годы или 5-й или 6-й, ты понимаешь, там большая ответственность, потому что ты видишь какие-то недоделки, что что-то не сделано, уже идёт критика, уже в первом году нет критики. Все ожидали, это было такое фурор, да. Аплодируют, какая молодец, наконец-то кто-то за это взялся. Да. И мы были, мы были, я не была одна, мы были большая-большая команда, которые всё это начали, но мы продолжили. Вот идея моя была продолжить, не только один год, а продолжить. И вот с годами я поняла, что там нужно улучшить, нужно это, нужно это. И начинается рутина, и люди вот начинают критиковать. А почему я, он замол, у нас всё-таки грязно уже. Я говорю, ну извините, но я вот... Почему вы нас не убрали? Да, почему? И мне звонит, так, приезжайте сюда, нам нужно убрать. Я говорю, ну вы должны сами как-то организоваться. Нет, вы должны приехать, нам убрать. Я говорю, нет, я не успеваю, я просто не могу этого сделать физически. Слушайте, но у вас нет разочарования в людях, потому что вы делаете такое хорошее, благое дело, а потом начинается, ну не знаю, плохо организовали, мешки не того цвета, не того размера. Алло, это Клинингова фирма? Да, да, такие нет, ну конечно, у некоторых я самая плохая, потому что я не убрала весь мусор, да, потому что я вот как вы мне представили, я ответственна за чистоту в государстве, да, ну я не ответственна, я просто вдохновляю людей встать, выйти, встать в свои пятые точки и выйти и сделать для природы что-то. Разочаровалась я уже давно в людях, то есть у меня уже возраст такой, что уже разочарование, ну когда ты разочаруешься, потом ты находишь сил, и потом уже начинаешь людей и весь мир любить, вот это как это, без носа, им безусловно. Безусловно. Безусловной любовью. Вы работали с несколькими президентами, они патроны этого большой толоки, да, вот с кем было удобнее, комфортнее, кто был самый такой за чистоту? Вы знаете, мне сейчас очень трудно сказать, но я могу сказать большое спасибо Завлерсу. Почему? Потому что он был первый, и тогда быть, ну президентом быть такой толоки, ну как бы мусора, да, и самому выйти, и убирать мусор, и никто в мире в этом тогда не делал. А сейчас уже другие президенты тоже становятся, в Эстонии, там где-то в Польше. То есть выходит, понимает, что мы все как homo sapiens. Но тогда это было что-то уникальное, это было долго, 3-4 года пока. А сейчас тоже традиция, да? А сейчас это уже начинает уже восприниматься как нормально, как нормально, потому что в 2008 году убирать мусор, это было как бы чуть-чуть дело бомжей, да? Ну как это там? Еще президент, слушай, вообще он вышел там в зол и туда, да? Это вообще люди там фоткали, смотрели, он вышел собирать мусор. Это он ломал представление о первых лицах. И я считаю, что он сделал то, что он переломал. А потом уже это переняли, другие президенты переняли. И я думаю, что это должно остаться. Я думаю, во всех государствах это должно переняться. Я так считаю, потому что президент должен показать, как, ну, народу, что он должен делать. Я сразу представила, президент убирает, а все вокруг стоят и только фоткают, да? Да, было такое, было такое. Мешки складывают, а все с видео стоят, снимают. Это было, это было там девять этажки, там большие дома. И там не только президент, а было много людей, команда, все такое прочее. И те, которые, ну, не хотели выйти, и вообще это было не принято. Это не было так популярно, как сейчас. Это первый год, это, ну, было хорошо, что там было 50 тысяч народу около, но это было так удивительно. Все на балконах стояли, смотрели, фоткали и вообще удивлялись, но не выходили. Давайте еще звонок. Примем, пожалуйста. Слушаем вас. Доброе утро. Алло. Доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте. Очень эмоциональная передача, все на такой волне, в возвышенности. Я надеюсь, что это мероприятие пройдет успешно. Но я все-таки хочу сказать, что самое главное воспитание людей. Потому что, и второе дело, что я живу в Умпуре, и весной, конечно, лес выглядит просто ужасно. Я два года иду на море, просто не могу по этой дорожке идти. Беру перчатки, одеваю, мешочек, собираю мусор, и вношу. Там были большие урны. Каждый год выставляется непонятно, зачем такие большие на пляже урны. И так вот часто они. Там же, я понимаю, это бизнес. Но дело в том, что в прошлом году меня остановили полиция. В лесу стояли машины. И мне долго нужно было доказывать, что этот мусор я не несу из дома. У меня перчатки были на руках, вы слушаете. И после этого у меня энтузиазм пропал. Я в этом году не буду собирать мусор. Потому что я считаю, что есть полиция. Ну, как-то людей нужно воспитывать. Потому что иначе, ну, вот один раз в год действительно уберем. А потом еще я хотела заметить насчет выводения собак. Я не знаю, что-то поменялось. В Юрмале все выводят собак на пляж. Никто замечаний не делает. Я иногда сделаю это. Да, я получаю очень грубые, ну, как бы, меня... Комментарию. Зачем? Какое мое дело? И так далее, и так далее. И дальше какие-то грубости наговорят. Очень сложно. И я считаю, пока не будут наказаны те, которые мусорят. Мы можем убирать с утра до вечера. И очень обидно было вот в прошлом году, когда меня действительно остановили с этим мусором. Да, спасибо большое. Спасибо. Но с другой стороны, вас могли остановить просто случайно. Это была ошибка, а там трех-четырех человек штрафовали по делу. Ну, как полиция может... Я думаю, что это вообще не должно останавливать. Но остановили полицию. Ну, вы сделали прекрасное дело. Делали и продолжайте. Да, я хотела поблагодарить женщину. Это же здорово. И все-таки не бросать, как бы сказать, оружие в кустах и продолжить. Потому что, ну, такие случаи бывают. Но полиция тоже может ошибиться, да. То есть, ну, как бы... Да, ну, что я могу сказать? Не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь. Да. Наоборот, вы молодец просто. Может быть, вы еще кого-то вдохновите своим поступком. Еще, пожалуйста, звонок. Пожалуйста, здравствуйте. Доброе утро. Можно... Доброе утро. Можно еще использовать приспособление для сбора ягод. Знаете, такие совочки с прорезями. Мелкий мусор в них остается. И потом легко в мешочки ссыпать. О, лайфхаки пошли. Отлично, да. Спасибо. Вита, вы же в прошлом... В прошлом оперной эпидемии. В прошлом, да, в прошлом. Ну, спойте нам, что ли. Ну, такое утро. Петь я не буду. Петь я не буду, но вот вы мне сказали, можете ли вы... Да, можете ли вы... То есть, не трудно ли вам... Вы мне, когда я зашла в студию, вы сказали, не будет ли вам трудно, то есть, говорить час утром, восемь о талаке. Я говорю, нет, я могу в ночь устать, и талака для меня, то есть, я могу на любой вопрос. То есть, у меня было, когда я пела в опере, я долго готовила такую арию растений, каватину розины, унабочи. И это была ария, которая вот, неважно, я могла ночью встать там, я извиняюсь, ну, я шучу, конечно, на похмелье, но неважно. В любой ситуации, днём, ночью, вечером, без распевки, без ничего, вот эта ария... И вот эта ария для меня, я могу её спеть, я не пила 20 лет, но эту арию я знаю, она здесь до сих пор, я могу её спеть. И вот насчёт талаки, я думаю, у меня будет то же самое, что я, наверное, всю жизнь буду знать о талаке всё, и буду в любой ситуации, вот как эту арию, вот могу успеть. Ну, петь я не буду, поскольку сейчас я уже голос... Ну, уже спели! А, это, а, хорошо, да? Ну, что, ждём вас всех, уважаемые радиослушатели, 27 апреля, присоединяйтесь к большой талоке, и вся информация от alcos.lv, вот на этом сайте, там всё узнаете, где, что, когда, и если у вас есть какая-то информация о загрязнённых местах, вы тоже там узнаете, что с ней делать, да, где регистрироваться и так далее. И я хотела всё-таки сказать, давайте с любовью, вообще, к жизни, к природе, к себе, к чужим, неважно, может, они плохие пока ещё, они могут поменяться, будем вдохновлять, давайте будем любить вот всё это, то, что мы делаем. Вот и всё. Спасибо вам большое, Вита Яунзе, моя глава большой талоки, была у нас сегодня в студии.